Есть такие ситуации, которые могут понять только те люди, которые говорят на нескольких языках И сегодня я хочу поделиться этими ситуациями с вами Если вы свободно говорите или, возможно, хотите услышать, как себя чувствует человек, который говорит на более чем двух языках свободно То оставайтесь со мной и давайте обсудим все ситуации вместе Первое, наверное, самое распространенное, которое даже догадывается ситуацией люди, которые говорят на одном языке Это когда используется язык меньшинства как секретный язык Например, когда я живу в США, я использую русский язык как секретный язык, допустим, с моими детьми где-то на улице или с друзьями, когда ты находишься в метро И часто случаются разные казусы, когда ты думаешь, что кроме тебя этот язык никто не понимает И тут такой раз, и кто-то к тебе обращается на том же языке Со мной происходило тоже такое не раз Я слышала, как меня обсуждали в метро в Нью-Йоркском Молодые девушки, потом раз И я, когда выходила из метро, я с ними поздоровалась по-русски Я думаю, что их лицо в этот момент было, ну, как сказать, мягко, так говоря, удивлены Следующий пункт мой, наверное, самый один из не очень любимых, это когда разговаривают на одном из языков и вмешивают слова из другого языка и получается такой рунглиш, спенглиш, фьюжн таких языков Я не очень люблю и, надо сказать, очень часто, меня это вообще ставит в неловкое положение, когда люди начинают, как бы, есть ощущение, как будто бы они показывают все свои навыки И, типа, он не может переключиться на другой язык, такая неловкая ситуация Поэтому лично я всегда пытаюсь это избежать Я понимаю, откуда есть желание, потому что такое желание у меня тоже присутствует Просто потому что наш мозг, он идет по принципу, что проще и какое слово из какого языка лежит ближе, так скажем, к языку, да, чтобы мы его в практике употребили Поэтому желание, безусловно, есть, особенно тогда, когда ваш собеседник тоже говорит на тех языках, которые говорите вы А также, если на вашем родном языке, например, такое слово отсутствует, то, безусловно, гораздо проще использовать и вернуть слово на иностранном языке Хотя я небольшой фанат такого способа общения Многие языковые штампы просто непереводимы на другой язык И когда вы пытаетесь дословно перевести, то очень часто становится такая странная ситуация, когда ваш собеседник просто вас не может понять Допустим, у меня такое часто случается, ну, не часто, уже не так часто, как раньше с мужем Или он, когда мне пытается что-то перевести, какие-то шутки культурные, которые связаны с какой-то большей историей И как бы автоматически все люди из его культуры это знают, им не нужно это объяснять В то время, когда я, безусловно, знакома с перуанской культурой, достаточно близко Но многие культурные какие-то вещи, может быть, медийные, я не совсем что бы знаю И когда ты проходишь процесс объяснения этой шутки, то шутка, безусловно, теряется И как бы потом человек просто мило улыбается, дабы поддержать себя Но на самом деле шутка была не сильно-то понята Другая ситуация, которая встречается, наверное, со всеми людьми, которые говорят на языке меньшинства в какой-то компании Даже вы не должны говорить как-то свободно на языке Ситуация, когда вас просят научить какому-нибудь плохому слову Мне кажется, большинство, кто был за границей, с такой ситуацией встречались Наверное, потому что это все предоставляет какой-то перчинки в разговор Потому что человек вас, конечно же, эти слова не настолько чувствует, насколько глубоко чувствуете вы Допустим, какие-то матершинные русские слова Если вас это пронизывает до глубины души, то иностранцу произнести это слово ничего не значит Например, мой муж, конечно же, в начале наших отношений я допустила такую ошибку, что научила его несколько Нехороших, ну, он меня спросил, я ему сказала, мне было так-то как-то неловко даже эти слова произносить В то время, когда он узнал, что это как бы плохое слово, он начал это слово иногда вставлять в нашу речь И, безусловно, мои уши просто трещали от неловкости В то время, как ему было все равно, и он даже мог употребить это слово в шутку при моих родителях Что, конечно, ставило меня, безусловно, в неловкое положение Следующая ситуация случается, когда вы находитесь в компании Опять-таки, когда вы разговариваете на языке меньшинства И, например, я разговариваю со своей мамой, когда у нас дома семья моего мужа, которые говорят на испанском Когда они слышат мою русскую речь, они все равно понимают некоторые слова Такие, как, допустим, имена или, допустим, какие-то интернациональные слова Которые, в принципе, может понять любой человек на любом языке И, безусловно, человек, когда слышит его имя, было произнесено в речи на другом языке То у него есть такое ощущение, что разговариваем мы об этом человеке И, как правило, что мы говорим что-то плохое Следующая ситуация случается тоже со многими из нас, кто говорит на нескольких языках свободно Это когда ты выступаешь в роли эксперта Когда ты, допустим, смотришь какой-то фильм на английском И там субтитры на русском Или, возможно, какой-то голливудский актер говорит по-русски И ты такой, ха, он говорит с акцентом, он неправильно сказал Ну, в общем, ты такой суперэксперт Ты, в общем, показываешь и даешь понять своему собеседнику, что ты просто вах на другом языке Если ты находишься на вечеринке и там есть человек, который говорит на твоем родном языке То по инерции ты проведешь, ну, как бы не половину времени этой вечеринки с этим человеком Особенно если ты живешь за границей и скучаешь по своей родине, по своей культуре Если у тебя нет такого большого доступа к людям из твоей культуры Да и даже если он есть, все равно по инерции так устроен, наверное, наш мозг Что мы движемся к тем людям, которые нам близки по духу Которые говорят на нашем родном или на более удобном для нас языке А еще есть такая ситуация, когда ты с другом приходишь на вечеринку Он там говорит на испанском языке Ты, соответственно, там родной у тебя русский И тут вы встречаете еще какого-то человека на испанском языке И тут, короче говоря, они начинают между собой разговаривать А ты как бы третий лишний Особенно это чувствуется, когда ты не говоришь на их языке Но ты чувствуешь однозначно себя третьим лишним Просто потому что, безусловно, их связь гораздо прочнее, что ли И вообще они себя ведут, как будто бы они уже себя тысячу лет знали И, в общем, такая ситуация тоже имеет место быть Когда я говорю с мамой по телефону, мой муж очень часто говорит, что ты ругаешься Когда мы на самом деле просто обсуждаем, какая погода, что случилось И вообще, как у нас дела, и очень мирно ведем беседу Очень часто у людей, которые не понимают другого языка Они воспринимают речь, особенно, допустим, русский, да, язык этим знаменит Китайский, там, может быть, немецкий, да, такие достаточно резкие языки Где человек думает, что ты ругаешься, но ты на самом деле ничего плохого не говоришь Создается впечатление, что ты что-то яро так выясняешь Есть такие ситуации, когда ты говоришь очень спокойно и свободно на каком-либо из языков Но есть какие-то фразы или, возможно, какое-то слово, когда акцент твой просто вот как буря из ниоткуда возникает Я не знаю, как это объяснить, может быть, какие-то слова нам присущи говорить именно с каким-то акцентом Я честно не знаю подтверждения такому процессу, но такое имеет место быть Когда я произношу, например, свое имя на английском языке, то я, мне кажется, всегда это произношу свое имя с акцентом То есть я не адаптирую свое имя под американский акцент И это настолько, мне кажется, режет ухо моему собеседнику Но я как бы не хотела все время это проскальзывать Следующий очень важный пункт, который я считаю, что нужно осветить Когда человек говорит на более чем двух языках, а тем более на трех, четырех и далее Ты не говоришь реально идеально ни на одном И это, наверное, нормально, как мне кажется Просто потому, что у тебя в голове столько всего происходит Что со временем ты, возможно, где-то что-то упускаешь в какой-то ситуации Или в какой-то сфере в каком-либо языке И это вполне нормально, что ты будешь говорить не идеально на всех языках, в которые ты разговариваешь Когда следующая ситуация, которую я сейчас объясню, случилась со мной в первый раз Я была очень сильно удивлена Когда ты начинаешь разговаривать с собой на иностранном для тебя языке Как правило, это происходит тогда, когда вы находитесь в ситуации, где ты только говоришь, допустим, на английском языке Вокруг тебя нет никакого другого языка Ты, безусловно, поддерживаешь этот язык, то есть он идет на автомате у тебя, даже на внутренние речи Безусловно, уровень вашего языка должен быть высокий Но это всегда такое чувство, мне кажется, каждый хочет в процессе обучения иностранного языка Он хочет этот момент схватить, когда это началось И я помню, когда у меня это началось, я когда приезжала по work and travel Я работала в ресторане, и я начала считать столики в ресторане не на русском, а на английском Я такая, опа, ничего себе, этот момент пришел Следующая ситуация, я тоже думаю, что со многими из нас случалась Когда тебя просят сказать что-нибудь там на каком-либо языке И ты такой, опа, и у тебя просто белый чистый лист бумаги И ты такое ощущение, что вообще никогда в этом языке не разговариваешь Просто тебя ставят в ступор Я помню, когда я изучала английский язык, еще в школе меня просили О, она свободно говорит по-английски, скажи что-нибудь И ты такой, что сказать, ты не знаешь Или наоборот здесь, живя в США, когда меня просят О, ну скажи что-нибудь по-русски, нам кажется русский Это так обычно говорят, что секси звучит И ты такой, не знаешь, что сказать И ты вместо того, чтобы звучать секси, ты просто как маленький котенок, который не знает, что ответить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok